Люди всегда строят теории, догадки и предположения о будущем сюжете своих любимых книг, фильмов и сериалов. Не избежал этой судьбы и цикл Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Благо, загадок на его страницах хватает. Но одной из самых обсуждаемых загадок, что сериала, что книг является личность Азор Ахая. Кто он и какой меч станет светозарным? На этот вопрос пытаются ответить миллионы фанатов по всему миру. На роли спасителя мира претендует Серберик, Джендри, Станис, Викторион, но впереди всех, конечно же, Джон Сноу и Даенери Старгариен. Итак, прежде чем перейти к сути, предлагаю освежить в памяти легенду о Базар Ахая. Вообще, в мире Мартина много легенд, которые рассказывают о герое, спасем мир от длинной ночи. Такие легенды есть в Ити, долине Ройна и на севере Вестероса. Кстати говоря, логичнее было опираться на легенду о последнем герое, которое известно северянам. Ведь именно они живут ближе всех к угрозе. В их легенде безымянный герой разыскал детей леса и с их помощью победил иных. Похоже на историю нынешнего Брандона Старка, не правда ли? Возможно, он и спасет всех, кто знает. Но вернемся к легенде об Азор Ахая. Когда тьма окутала мир, герой по имени Азор Ахай был выбран для борьбы с ней. Чтобы победить тьму, Азору нужно было выковать особенный меч. Он работал 30 дней и 30 ночей, пока меч не был готов. Однако, когда Азор Ахай погрузил меч в воду, тот сломался. Азор был не из тех, что быстро сдаются, он начал сначала. Во второй раз ему потребовалось 50 дней и ночей, чтобы сделать меч, получившийся еще лучше первого. На этот раз, чтобы закалить его, Азор поймал льва и вогнал меч ему в сердце. Но снова клинок разлетелся на куски. В третий раз приступил Азор Ахай к работе с тяжелым сердцем, так как заранее знал, что должен сделать, чтобы выковать меч. Он работал 100 дней и 100 ночей. Теперь Азор позвал свою жену, которую звали Ниса Ниса, велел ей оголить грудь и пронзил мечом ее сердце. Ее душа перешла в сталь, и так был создан светозарный. Лично у меня сразу возникает вопрос, почему все воспринимают эта легенда буквально. Не кажется ли вам, что здесь стоит искать другой, более глубокий смысл? Не думаю, что Мартин пойдет по простому и очевидному пути, предоставив героям волшебный меч. Нет его конек, аллегории и метафоры. Что если меч – лишь иносказание? Рассмотрим все варианты. Светозарный – это один из драконов Дейнерис. Два из них падут, и лишь третий сокрушит иных. Первый погиб в сериале, его труп упал в воду. Однако когда Азор Ахай погрузил меч в воду, тот сломался. Что если второй погибнет в битве с Серсеей? На этот раз, чтобы закалить его, Азор поймал льва и вогнал меч ему в сердце. Но снова клинок разлетелся на куски. Ну а третий уже справится с иными. Но нужна жертва. В легенде это любимая Азор Ахая. Однако если принять версию о том, что Азор Ахай – Дейнерис, и вспомнить о феминизме, который царит в сериале, то на роль любимой подходит Джон Сноу. Возможно у Дейнерис не будет иного выхода, и во время решающего сражения она обрушит пламя на врага, зацепив и Джона. Вполне в духе Мартина. Как я уже говорила, на роль Азор Ахая больше всего подходит Джон и Дэнни. Нужные признаки есть у них обоих. Что если Светозарный – это человек? Джон или Дэнни, чья закалка – это преодоление трудностей и становление характера. И возможно, что один из них убьет другого. Случайно или намеренно – не суть важна. Главное, что пророчество исполнится. Как вы видите, вариантов много. Объединяет их одно – далеко не факт, что Светозарный является мечом в прямом смысле этого слова. Вполне возможно, что это человек или дракон, который станет орудием, сокрушившим иных.